итак ребята всем привет сегодня мы собрались в компании двух человек со мной виталий тот самый кладешников который очень любит девчонок на стриме в общем в общем приехали мы на одну деревню она в принципе была очень известна в прошлые года здесь был просто бум ажиотаж клондайк и мы приехали на то чтобы испытать свой прибор виталий посмотреть на эту самую деревню здесь проходит река неподалеку есть распашка которую вот именно распахала деревню и находок было вообще мать мучая сейчас мы здесь пройдемся наверное кто-то постарался из камрадов спалил здесь все и мы по горелому сейчас походим сегодня я хочу новые настройки поставить раньше я ходил на строки которые мне рекомендовали почитал книжечку углублено и решил настройки немножко изменить и эти настройки сейчас покажут насколько они лучше были первый эксперимент с настройками у меня получился не актив всего-навсего было пять монет это вообще ни о чем вот и сегодня будут новые настройки и если вы меня сейчас видите значит у нас находки есть так что пожелайте удачи мне и виталию и загружаем приборы и погнали немножко ребята местности вот именно это поле будем сегодня испытывать проведывать его кто-то подпалил здесь заложено к сожалению уже шурфы то есть весь материал верховой собрали и начали шурфить это не первое место шурфа вон у нас виталий за водичкой ходил в надежде то что мыть будет находки уже надеюсь у него находки будут в принципе доехать сюда не очень-то сложно виталина до кругом асфальт так что сейчас 1 задобрю дело деда обязательно чайком горячим по традиции и надеюсь он не что-нибудь даст прошлый раз я конечно его не задобрил и он поскупился всего кинул 5 монет для меня 5 монет это один из худших результатов но фактом что я испытываю и учусь ходить с новым прибором это nokta impact сегодня буду ходить с новыми настройками сделаю режим другой настройки тоже чувствительность дискриминация сдвиг частоты сделаю возможно звук железо сделаю и частоту наверное буду ходить на 14 или может на 20 вот так что у кого есть такой приборчик прошу отписаться и порекомендовать свои настройки аисты летят курлыкают итак ребята дуя про спашки первый сигнал у меня но к сожалению это у нас не царь а совет вот что не ожидал так советскую 61 года потому что деревню очень старая а монета 61 года печаль до печаль до ладно не будем падать духом и все-таки цари будут не так ребят находка я до последнего надеялся что все таки какой-то силуэт увижу это у нас образок сверху ушко сломано потом сделали дырочку но он у нас весь затертый абсолютно весь весь покрытый зеленью абсолютно весь ладно печаль к или наш и так ребят только что образок вытащил и гонял сигнальчик один цветной очень цветной и как вы видите это у нас да да это рука блуды из монеты одной копейки это у нас вырубуш делали обручальное колечко звенит очень 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 громко заберем как образец и так ребята иду вот рядышком с виталием и вот у меня первая монетка вторая да но первая царская это копеечка к сожалению отстой они монета смотрите какая она вся большому кисле сейчас приметали меня пачкать будет даже вода не помогает смотрите монета съедена она умерла в этих полях так что ладно хороший четкий был сигнал я его с уверенностью копнул ребят ну что вам хочу сказать виталик ходит бродит и вот это вот он находит 1700 не знаю какой год тридцать седьмой наверно нет вряд ли 1757 такая толстая обалденная монета да и вот сначала дура помешала мне иконик в принципе бодринга все выглядит зачетно зачетно виталь чемпион держи свою хоккейную шайбу он у нас товарищ камрадмин местный тоже копает и видно он увидел нас и решил тоже покопать не так ребят виталий у нас себя клещей снимает три штуки сняли только что одно он вытащил из-за уха потом одна внутри подкладки была и другого я снял снаружи на спине вот так вот ребята будьте аккуратны он он еще один смотри вот он еще один внутри представляете внутри подкладки залез вот так вот так что ребят будьте осторожны пользуйтесь спрейми и чтобы у вас одежка была вот такая гладкая которые плохо лазит скользит вот такая ткань прям для них просто клад ладно это как напутствие будьте аккуратны итак ребят наконец-то у меня выпал круглый и это у нас судя по всему 5 копеек да но он какой-то не знаю вот смотрите какой хожу я сейчас с настройками именно фишера и вот смотрите как сигнал чистый сигнал вообще вот и сейчас я его постараюсь освежить если сохран хороший я вам покажу вот такой вот тетя виталь еще об она у питали тоже счет есть чё ценного ох какой крестик классный и копеечка да у него куда продуктивные 1887 год нечастый такая вот классно классно ямка выкопано и не закопано и рядышком вот наш тык лопаты но видно брезгуют они собирать копеечки и крестики здесь вот смотрите такое обилие мусора и здесь видно эпицентр дома был и походу здесь надо походить ладно пока оставлю настройки такие которые только поставил так что поживем увидим виталий расположился прямо на дороге и он открыл счет клещам и того уже 11 клещей он себя снял вон 12 ух ты вот один вот смотри там еще под штанами наверно стопудово 15 клещей вот это да ребята ничего себе а я на себе ни одного не нашел мне уроки нету до 16 до ну ладно ладно итак ребят вот и пришло время прощаться сейчас я вам покажу обзор того что у нас вышло в принципе копали мы сегодня с виталием с подписчиком в общем дружим уже второй год второй сезон копаем совместно в общем неплохо получается и сейчас я вам покажу то что мы сегодня накопали не особо много чего но самое главное то что коп состоялся на этом ребят давайте я не буду много глагольствовать прибор я до сих пор еще никак не выучил буду долго учить до очень разговорчивый прибор и нервов у меня уже не хватает так что сейчас обзор находок ну и все всем пока до новых встреч пока пока но по находкам у нас как вот так вот сегодня получилось 4 царя два совета крест и потом образок без какого-либо силуэта и вы рубаш и так в принципе наверное почиститься будет хороший 1911 год вот в принципе неплохой вот следующий какую монету хочу отметить это у нас виталий поднял две копейки елизаветы 1757 года 2 копейки царские николаевского образца для вела советика двадцатка 41 крест я вам показывал классный вот в принципе вот так вот 66 монет и на этом все ребят не плановая остановка виталий все снимает себя клещей пока ехали еще три снял и при мне еще два как я два клеща снял с головы и того сколько уже получается 20 с лишним клещей до уже сбился от 1000 штаны не снимал мне 100 пудов еще в штанах охрен знает сколько но если только вот так вот а снизу лет да жутковато чё еще не просто убежать вроде лысый блять откуда клещи то на голове бля сам удивляй так что носите на голове бандану у меня пока надеюсь не будет ладно я поехал от давай виталий я думал что случилось давай итак ребята а сейчас я вам хочу рассказать именно об этих паразитах да именно клещах время наступает летние и вышли на охоту именно эти существа и я вам расскажу и поясню об этих созданиях на самом деле они гораздо страшнее чем на самом деле кажется приятного просмотра могут стать как люди так и животные и последствия бывают совсем не безобидны сегодня мы поведаем вам немало интересных фактов об этих паразитах может они помогут вам не попасть в их волосатые лапы клещи переносят очень много различных инфекций самый известный из них это барлиоз и конечно же энцефалит есть еще и рикенсиоз бобезиоз и множество других гадких заболеваний как только мелкая тварь укусила вас вы уже заражены ведь все возбудители болячек находятся у нее в слюне конечно не каждый клещ несет в себе какое-нибудь заболевание так же как и не каждый человек есть переносчиком спида и тому подобных венерических цветочков но риск заболеть есть всегда помните об этом конечно же из-за опасности подцепить клеща не стоит отказывать себе в отдыхе на природе помните что клещи не станет впиваться в кожу моментально и при регулярном ежечасном осмотре себя вы сможете его обнаружить вовремя клещ достаточно придирчиво выискивает место для своего укуса излюбленными же местами являются те где кожа тонкая и нежная внутренняя поверхность бедер области паха и подмышек шея именно этим зонам стоит уделить максимум внимания при осмотре самое известное ужасное заболевание которым вас может наградить клещ энцефалит если вы везучий человек то просто испугайтесь если умеренно везучий умрет но скорее всего вы станете немощным паралитиком обычно у жертвы энцефалитных клещей отнимаются руки и это неизлечимо также у вас есть шанс остаться глухим или слепым у нас клещи в основном не заразны и от контактов с ними гибнет двое человек из тысячи но ведь никто не гарантирует что вы не войдете в эту двойку счастливчиков а вот в сибирских краях и на дальнем востоке все очень очень печально там из ста заболевших отправляются про отцам 8 десятков клещи не прыгают на своих жертв обычно они заползают на них из травы и кустов поразиты не обитают на большой высоте также болезни которыми вы от них заразились не передаются воздушно-кабельным путем но кормящая мама может заразить ребенка через молоко самое неприятное для любителей теплого молочка кормящие коза и коровы может заразить вас таким же образом если молоко не прогипятили перед употреблением кстати обо всех случаях укусами клещей желательно извещать врачей самого клеща лучше всего посадить в баночку отнести инфекционисту тогда можно назначить свое временное лечение или сделать прививку во избежание неблагоприятных последствий вы слышали о том что клеща легче вытащить смазав растительным маслом или вазелином логика такая масло забьется клещу в дыхательные пути станет нечем дышать и он выползет самостоятельно на самом деле ни масло ни вазелин не заставит клеща ослабить хватку и высунуть голову из кожи если же он действительно задохнется то избавиться от него будет ничуть не легче стандартная методика удаления клеща его обвязывают ниткой как можно ближе к хоботку то есть кожи растягивая концы нитки в разные стороны клеща извлекают плавными раскачивающими движениями если головка оторвалась ее немедленно удалять стерильной прокаленной на огне иглой как за носу не стоит пытаться вытащить клеща пальцами при такой попытке содержимое внутренних органов клеща вместе с вирусом стремится как из шприца быть выдавленным в ранку на этом ребята и все с вами был канал поиск 63 рус берегите себя и свои встретимся в следующий раз